Всем привет! В этом видео вы не увидите привычную позитивную Юлю, потому что жизнь не случается, и моменты бывают абсолютно разные. Сегодня я хочу поговорить с вами о материнстве, об обратной стороне материнства. Я не собираюсь говорить какое-то счастье, потому что мы и так все прекрасно это знаем и чувствуем большинство дней, я очень надеюсь. Но также существует и обратная сторона всего этого замечательного периода в нашей жизни, именно о ней я сегодня хотела поговорить. Но перед тем, как мы начнем, я хочу попросить свою бабушку и маму выключить это видео, ибо нефиг переживать, все нормально. Я вчера дошла в своем состоянии до какого-то предела и поняла, что я просто больше не могу. И когда я успокоилась, потому что я поговорила со своей подругой, потом поговорила с мужем, и я поняла, что крайне важно сделать это видео и поделиться с вами, потому что я уверена, что огромное количество женщин переживает то же самое. Я очень надеюсь, что мои слова кому-то помогут, и возможно вас просто подбодрят как-то и дадут понять, что вы не одни в этом мире с такими переживаниями и чувствами, что они абсолютно нормальны. Ну а теперь подробнее к чувствам. Я мама уже год и три месяца, и это, конечно же, был самый счастливый период в моей жизни, но помимо этого он еще также был самым сложным. Я прыгнула из жизни молоденькой девочки, мне сейчас 21, в материнство, в семейную жизнь, в быт, и при том я переехала в другую страну, в которой у меня нет друзей практически. И помимо этого у меня нет здесь никакой помощи, я имею в виду, что нет ни бабушек, ни дедушек, ни со стороны мужа, ни со стороны меня. И получилось так, что я не отдыхаю от материнства никогда, практически никогда. И самая страшная мысль и чувство, которое я вчера словила, это то, что я поняла, что я потеряла себя. Что во всем этом я просто не знаю, где эта девочка, которой всего 21 год, и я не знаю, где она, я не знаю, что она хочет, я не знаю, от чего она вообще получает удовольствие в этой жизни. Потому что все эмоции, они притупились теми стереотипами, которые я сама на себя навешала. Навешала, навесила, навесила. Я всегда имела четкое представление о том, какая у меня будет семья, что такое идеальный муж, что такое идеальная жена, что такое идеальная мама, что такое идеальный дом, что такое идеальный порядок и так далее. Мне казалось, что даже если я стану мамой, у меня появится семья, то эгоизм мой, он всегда меня вывезет, так сказать. Но это оказалось не так, потому что в какой-то момент я поняла, что я себя просто задавила всеми этими стереотипами и загнала в угол. И при том еще, как сказала моя подруга, пинала эту девочку, которая внутри меня там сидит и рыдает ногами просто, и говорила, молчи, мы будем идеальными, мы будем идеальной мамой, идеальной женой. У нас будет идеально чистый дом, у нас будет всегда помыто посуду, у нас будет всегда суперчистое постельное белье, всегда будет постижено все. А ребенок будет есть преимущественно брокколи и остальные овощи. Ни за что ты не будешь давать ему ни грамма сахара. И даже если он будет умолять у тебя откусить эту печеньку, ты ее ему не дашь, потому что до трех лет сахаром нельзя детям. При этом ты никогда не будешь ходить с дулькой на голове в спортивных штанах дома, потому что ты должна быть сексуальной и должна оставаться женщиной. А когда твой муж приходит домой, ты будешь встречать его чуть ли не с укладкой, макияжем и в новом шикарном нежном белье. И готова быть просто самой лучшей любовницей из самых шикарных эротических фильмов. Мы действительно можем это делать, мы можем быть идеальной женой, мамой и так далее, но в какой-то момент все эти силы, они просто заканчиваются. И потом я себе спрашиваю, кому это вообще надо? Кому это надо? Это никому не надо. Ни мужу вашему это не надо, ни вам самим это не надо. Поэтому я поняла, что проблема ни в ком-то, ни в обстоятельствах, ни в чем-то еще. Она во мне в первую очередь, потому что слишком много на себя взваливать нельзя. Просто нельзя. Чисто психологически, девочки, вот я вам, ну чисто, знаете, так по-женски, по-ною, просто объясню, почему я вообще до такого дошла. Я за все это время, можно по пальцам одной руки пересчитать моменты, когда я отдохнула от материнства. И это, пожалуй, такая тема, которая меня больше всего трогает, поэтому надо постараться не плакать. Но я уверена, что это знакомо вам. Дай бог, чтобы не знакомо было, но лично я испытываю огромное чувство вины даже за мысль о том, что мне нужен отдых от ребенка. Я очень люблю своего ребенка, как и вы, я уверена, любите своих детей. Но иногда нам просто нужен перерыв, просто нужно отдохнуть, просто нужно одной пойти куда-то, куда глаза глядят, без цели. Не пойти одной в продуктовый магазин, не пойти одной в какое-то конкретное место, потому что надо. Это безвыходная ситуация, и вам по-любому нужно тогда оставить ребенка с мужем, например. А пойти одной, потому что хочется пойти одной. Если честно, я забыла вообще вот эти все девчачьи радости. Я раньше была настолько романтична, то есть мне по кайфу было самой собой, в плане того, что я любила пойти куда-то, просто посидеть, послушать музыку, посмотреть, например, на реку. Или, не знаю, просто прогуливаться, о чем-то мечтать, думать. Я забыла это чувство. Я не помню, когда я вообще последний раз гуляла одна. Это было явно до рождения ребенка. И еще одна мысль, которая меня добивает вот в такие периоды, когда накрывает. Конечно, мы знаем все прекрасно, что когда тебя накрыло, и у тебя уже захлестнула вот эта волна негатива, то ты себя просто добиваешь. Ты капаешь, капаешь, еще и еще. И вспоминаешь, пожалуй, все самое плохое, что только может быть. И, конечно, хорошего его гораздо больше. Но в такие моменты ты просто вспоминаешь все, что накипело. И, наверное, это хорошо, потому что, когда ты говоришь это вслух, ты потом понимаешь, что все не так страшно, как ты себе представила. И особенно, если ты поговоришь об этом со своими близкими, особенно с мужем. Так вот, мысль, которая меня добивала вчера, это когда я проговаривала себе, что моя жизнь — это день сурка. Что я точно знаю, что будет в следующий вторник утром. Я точно знаю, чем закончится этот месяц. И даже какие-то запланированные семейные мероприятия, я точно знаю, как они пройдут. Потому что все одинаково. И мне стало страшно от этого. Я подумала, о боже, неужели вот так вот я собираюсь жить? Мне стало так жутко. Но потом я поняла, что на самом деле мы заложники не обстоятельств, а своего разума. Еще в такие моменты я начинаю испытывать жалость к себе. Это страшное чувство. Я его ненавижу. Вы знаете, я стояла в ванной вчера утром. У меня вчера весь день такое настроение было. И я испытывала отвращение и жалость к себе и к своему телу. У меня были такие мысли, что как я вообще могу чувствовать себя сексуальной женщиной, когда мое тело вот такое, при том, что оно не ужасное. То есть это только надуманное. И в тот момент я в это полностью верила. Я начала придираться к своей груди, что это был утренний душ. И вы сами прекрасно знаете, что если с вами спит ребенок, то, скорее всего, он спит с одной какой-то стороны и ест. Если он еще ест грудь. А, да, это еще один момент, который осуждается в кругу мамочек. Как же так ребенок с тобой спит? И как же так он все еще ест грудь, когда ему уже год и три, мать его? И да, мой ребенок не спит в отдельной кроватке. Хочу ли я это поменять? Очень хочу. Очень хочу. Получается ли у меня? Не получается. У меня просто не получается это сделать. Я стараюсь. Стараюсь. Делает ли это меня плохой матери? Да нет. Вот тут за что, за что, но за это я себя не веню. Я, наоборот, только хочу. У меня агрессия включается, когда я читаю такое. Всех вот этих идеальных, идеальных мамочек, у которых все по расписанию у ребенка. И которые еще говорят, что только так может быть и никак иначе. И ты просто вообще, как говорят в Америке, сак. Типа, короче, облажалась ты. Если у тебя не так. Вот это херня полная. Вообще просто полный бред. А, ну так вот, про грудь-то. Я стояла, и после ночного вот этого бесконечного кормления по 500 раз за ночь, бывают такие ночи, и у меня просто одна грудь была, наверное, раза в полтора больше, чем другая. И я стояла и думала, о какой вообще сексуальности может идти речь? Вот в то утро вчера у меня вот именно такие были мысли. Но это все проходит, девчонки. Если у вас сейчас такие мысли, это все пройдет. Как мне сказала подруга, мне, кстати, очень помогла эта фраза, это просто период сейчас в вашей жизни, и он закончится. Действительно очень ценная мысль. Всегда себе это повторяйте в такие моменты, потому что... Ой, классные, классные сиськи. Точно говорю. Ой, еще одна тема, которая меня очень сильно бесит, это все вот эти истории про супервумен, которая смогла сидеть дома с ребенком 24 на 7, и еще при этом зарабатывать миллионы долларов. И ты такая сидишь, просто неудачница, которая вообще ни хрена не может заработать, и на тебя еще в инстаграме постоянно подписываются эти суперуспешные мамочки, и ты думаешь, еб твою мать, просто... О, девочки, я не знаю, честно, я думаю, что стоит просто принять тот факт, что вы дома сейчас с ребенком, и это ваша работа. Я себе сама так говорю, потому что я себя тоже иногда добиваю за то, что, знаете, когда особенно наткнешься на какую-нибудь девочку 15-летнюю, которая тоже ведет YouTube-канал, и при этом она зарабатывает дохерищи с него, я в этот момент думаю, что, наверное, я что-то не так в этой жизни делаю, раз у меня ничего не получается. Ну, короче, если у вас не получается, то я сладен, не переживайте. Мы вместе, мы в силах. Когда наши дети подрастут, мы точно покорим этот мир. Самая главная мысль, которую я хотела вам донести, что все эти эмоции, отчаяние, одиночество, раздражение, и все остальное, о чем я сегодня говорила, это все абсолютно нормально. И любой человек в таком же положении, как и вы сейчас, чувствовал бы это. Потому что это дофига. Дофига ответственности на вас, дофига забот и отсутствие времени на себя. Что мы будем делать в этой ситуации? Лично для меня оказалось самым лучшим решением, не поверите, поговорить с мужем. Я ему все это рассказала вчера, и он суперадекватно это воспринял. Он сказал, что он все это отлично понимает, и что он, наоборот, всегда старается что-то придумать новенькое, чтобы как-то меня подбодрить, потому что он осознает, какое это давление, когда ты постоянно сидишь дома, никуда не можешь выйти. А иногда я реально сидела вот зимой, могла, например, три дня подряд сидеть дома. Свихнуться можно, свихнуться. Вот. И он отнесся с огромнейшим пониманием к этому, и мы начали сразу думать о том, что мы можем сделать. Ну, вы знаете, просто ваш мужчина, он найдет правильные слова, и вы сами, отталкиваясь уже от своей ситуации, разрулите это. Потому что очень важно не молчать. Не молчите, потому что если молчать, то только хуже будет становиться вам в первую очередь. Поэтому, да, как мы все прекрасно знаем, ребенок счастлив, когда мама счастлива, поэтому будем работать над тем, чтобы возвращать себя, свою личность. Помните, что вы классная. Вы классная мама. Вы классная жена. Вы классная хозяйка. И вообще классная женщина. И даже если вам сейчас хочется погрустить, то погрустите. Включите себе какой-нибудь сериал сопливый. Возьмите коробку шоколадных конфет. Съешьте ее всю, сама. И пофиг на эти калории. Потому что вы это заслужили, черт возьми. И скорее всего, когда вы все это сделаете, вы проснетесь завтра утром в совершенно другом настроении. Я вам этого очень-очень желаю. А с вами была Юля. Спасибо за беседу. Спасибо за то, что выслушали. И мы увидимся в следующих видео. Пока-пока.